Здравствуйте, дамы и господа! Я рад приветствовать вас на сегодняшней встрече 18 января 2023 года в мире будущего и с компанией SkyWorld Community. Ведь это именно та компания, которая занимается построением будущего в настоящем. Мы с вами, дамы и господа, единомышленники, которые развивают этот мир, которые берут ответственность за жизнь на этой планете и делают ее лучше. Ведь возможно жить так, как будто в раю. По крайней мере, на нашей планете есть абсолютно все ресурсы, которыми это можно сделать. И огромное количество человек, более пяти сотен тысяч, объединились вместе из разных стран, с разным менталитетом, разговаривающих на разных языках, но поддерживая общие идеи и технологии, которые им сопутствуют, которые изобрел Анатолий Эдуардович Яницкий, люди объединились и с помощью собственных ресурсов создали народную, международную, планетарную, инновационную, экологическую технологию. Точнее, мы ее реализуем, сертифицируем и воплощаем ее в реальность из разработок гениального ученого в жизнь, чтобы нести огромную пользу абсолютно всем людям на планете. И не только. Вообще всему живому. Конечно же, за час у меня не получится передать вам абсолютно все информации о данном проекте, о данном чудесном ученом, но я бы хотел, чтобы у вас остались либо записи, либо в памяти, либо сделайте скриншот с вашего телефона или компьютера. Это те видео, которые будет, так скажем, максимально быстро можно будет посмотреть и получить максимум знаний, то есть за меньшее время максимум пользы. И это, конечно же, интервью прошлого года, чтобы вы понимали, как в это непростое время, в 2021 году провивалась наша компания и насколько успешно она закончила все свои действия в 2021 году. Ну и, конечно же, сегодня будут информации и насчет 2022 года. Мы посмотрим ее вместе после базового, так скажем, введения вообще, что такое струнный транспорт второго уровня, Sky World Community, что же за сообщество объединилось с гениальным ученым, чтобы сделать это для всего мира. Конечно же, о транспорте будущего вы узнать можете очень легко с официального YouTube-канала Анатолий Юницкий. Анатолий Юницкий на YouTube, и вы на его официальном канале найдете целую серию видео, с помощью которых вы сможете понять, так скажем, опять же, за минимальное количество времени ход мысли и разработки этого ученого, который более 40 лет уделил разным наукам и нашел идеальные, так скажем, на данный момент идеальные соотношения всех структур, как же может жить человек на нашей планете, чтобы ему хватало места, чтобы вокруг него были экологические технологии, чтобы вокруг него было безопасно, вкусно, чисто и счастливо. И эти технологии все есть в программе ЭКОМИР. А наш струнный транспорт — это старт ЭКОМИРа. Это первый проект, который мы уже успешно реализуем, поскольку мы сейчас, дамы и господа, уже заканчиваем 14 этап из 15 этапов. Представляете, какой огромный путь пройден? Вы сегодня, конечно же, увидите это. Техногенная цивилизационная перезагрузка нас ожидает с помощью технологии Анатолия Эдуардовича. И вы сможете увидеть, например, на сайте unitsky.engineer. Это сайт главный нашего генерального конструктора, где он, так скажем, предоставил всю информацию по своей работе за последних 40 лет. Потому что огромная работа была проведена, и вся серия ЭКОМИРа — это и транспортная инфраструктура. Это и частные дома, это и города, экопоселения, линейные города. Это и новые технологии производства, скажем, вакуумного стекла, производства электричества, электроэнергии чистой с помощью бурых углей, сланцев нашей планеты и микроорганизмов. То есть огромная серия технологий, и даже есть космические разработки, но все по очереди. И главным образом все внимание сейчас должно быть, конечно, сконцентрировано именно на старт. Как сделать именно здесь на земле нам хорошую жизнь, чтобы нам всего хватало? Таким вот способом данный кластер, например, от двух до десяти тысяч человек сможет полностью обеспечивать всех проживающих внутри него. То есть данный город независим от окружающего мира. Он может, он может. Конечно, можно привлекать извне дополнительные вещи, но если вдруг что-либо город находится в каком-то отдаленной местности, либо в горной, где не такое хорошее сообщение, то этот город по технологиям Анатолия Эдуардовича может полностью себя обеспечить. Ну и, конечно же, все это будет связано новым струнным транспортом второго уровня, но и не только в новых городах. Старым городам струнный транспорт поможет гораздо больше. Ну и, конечно же, выступление Юницкого из Арабских Эмиратов на форуме ГИТЭКС. Формула будущего и как струнный транспорт изменит наш мир, потому что с помощью этой первой, самой актуальной, самой необходимой на данный момент технологии, которая даст положительный эффект абсолютно на всех людей на планете, раз, и абсолютно на все остальное живое, и на флору, и на фауну, на развитие ее, на, так скажем, отсутствие вреда для нашей биосферы, для нашей экологической среды, которую мы, конечно же, должны поддерживать, ведь мы же являемся частью ее, мы же являемся такими же живыми, как и окружающая наша флора и фауна. Поэтому с нашим детищем техногенной сферы, так скажем, наше создание, с ним нужно быть очень осторожно, потому что мы сейчас видим, насколько разными могут быть технологии. И Анатолий Эдуардович не зря положил больше половины жизни для того, чтобы изучить все, что сейчас необходимо и все, что сейчас возможно для проживания абсолютно любого количества людей в ближайшие столетия или даже тысячелетия, когда нас будет и 10 миллиардов, 15, 20. То есть сейчас в его разработках мы видим, что человек уже предоставляет информацию и как арктические районы, потому что наш транспорт и города могут там, так скажем, строиться и хорошо функционировать. То есть Анатолий Эдуардович смотрит серьезно в будущее, и он не просто футуролог, он изобрел уже этой технологии и даже получил премию мира в Братиславе в Словакии в 2018 году, в декабре, за всю серию ЭКОМИР. А мы сейчас с вами, дамы и господа, заканчиваем первую самую актуальную часть. Транспорт. Транспорт, который у нас развивается в двух точках. В умеренном климате в Белоруссии, на родине Анатолия Эдуардовича Юницкого и в Объединенных Арабских Эмиратах, в передовиках, в технологиях. Конечно же, недавно мы были на Экспо 2020, и это потрясающе, на каком уровне находится на самом деле наш технологический мир. И струнные технологии, и другие технологии Анатолия Эдуардовича Арабским Эмиратам очень-очень подходят, очень нравятся. Есть много соглашений, многим интересуется, множество мы представили. И именно поэтому на официальном уровне, на государственном уровне мы работаем с такой серьезной страной, которая предоставляет огромное сотрудничество. Потому что, если так задуматься, только на 750 миллионов долларов, по-моему, выделено было на территории Объединенных Арабских Эмиратов земли под развитие наших технологий в тропическом исполнении. То есть, действительно, эти люди заинтересованы в развитии, в будущем, в лучшем. Но, и, конечно же, кто-то может подумать, вот, ну, раз лучшая технология, значит, это самая дорогая. Абсолютно наоборот. Все существующие технологии гораздо более затратней и дороже, чем наша, при том, что все ее характеристики гораздо выше. То есть, струнный транспорт выходит на абсолютно новый уровень, тем более при том, что сейчас так много изменений, и со всем этим знакомят мир. Ну, а для того, чтобы лучше проходила наша встреча, давайте познакомимся и мы с вами. Меня зовут Артем Курбанов. Я из Европы, из Латвии, с Даугавпилса, с, так скажем, всю жизнь я старался делать в этом культурном и творческом городе. Старался окружать, делать лучшее, окружать себя знаниями, окружать себя прекрасными людьми и собирать их вместе для того, чтобы делать что-то потрясающее и полезное. Конечно же, масштабы росли, и чем больше становилось знаний, тем больше пользы хотелось делать для мира. И однажды, несколько лет назад, я узнал о том, что люди с помощью интернета объединяются, объединяются вместе по собственным идеям. То есть, есть какой-то человек, у которого есть классная идея, но нет ресурсов, чтобы ее осуществить. А эта идея действительно необходима человечеству, прям всему. И что делать? Люди начали писать об этом в интернет, выкладывать свою идею. И таким образом начали находить огромное количество единомышленников с разных стран, у которых есть либо тоже подобные идеи, они хотят участвовать, либо которые заметили и подумали, ну, как здорово, надо помочь им справиться с этим. Было бы здорово, если бы у нас в мире был вот такой вот продукт или вот такая вот услуга. И в итоге есть люди, у которых есть идеи, есть люди, у которых есть средства, ресурсы, но нету идей. А есть люди, у которых есть время, но нету ни идеи и ни ресурсов. В итоге эти три стороны встречаются в интернет нашей среде, обмениваются информацией и таким способом создались огромное количество проектов. В данный момент уже более тысячи проектов крупных подобного рода осуществились с помощью народного финансирования. То есть без государств, без крупных банков, без какой-то дополнительной помощи, там, корпораций, сами люди выбирают то, что необходимо им для жизни, находят единомышленников и создают. У кого есть идеи, он это делает, у кого есть время, они помогают, у кого есть ресурсы, на их ресурсы делается. То есть все работает, все экологично, все люди заинтересованы, чтобы это получилось, потому что это очень полезно. Они бы в эту сторону даже не посмотрели, если бы это было неинтересно или не полезно. То есть абсолютно экологический способ развития проектов. То есть представляете, если раньше был бизнес, например, партнер и партнер, бизнес и бизнес, то если один выигрывает у него лучше сделка, он получает больше, значит другое в этом плане теряет. А если этот получает больше, сделал как-то, чтобы получить больше, что этот теряет? То есть в бизнесе, там, где два партнера, получается потеря для кого-то обязательно. А здесь три стороны. Идея, так скажем, идеолог, который создал это. Люди, единомышленники и ресурсы. Тоже единомышленники, но вот здесь единомышленники и время, а здесь единомышленники и ресурсы. И эти три стороны объединяются абсолютно, можно сказать, не договариваясь, не составляя, можно сказать, какого-то определенного договора, как кто должен работать. То есть такие проекты, они осуществляют, а потому что люди хотят, чтобы это осуществилось. А если они еще и совладельцы подобных проектов, то тогда они еще больше хотят, чтобы это осуществилось, потому что, а, это принесет пользу, б, это принесет огромную капитализацию, и ц, это принесет огромные дивиденды. То есть что-то, что изначально было полезной мыслью, идеей, как улучшить мир, в итоге становится еще и бизнесом. Который приносит прибыль, и самое главное, все экологически, чисто продвигается, потому что это на добрых энергиях, на добрых помыслах, и люди спокойно это принимают и используют. Это очень быстро распространяется. Тем более, когда вас поддержало огромное количество людей с разных стран. Например, в нашем проекте более 500 тысяч человек из 220 стран и регионов мира. Какое бы народное финансирование, или краудинвестинг, или подобный проект, как у нас, более масштабный, серьезный и крупный, просто с элементами этих видов, не был, получается, что он сразу же международный. Сразу же международная огласка, сразу же международная реклама, сразу же международные заказы. То есть подобным способом очень быстро развиваются крупные компании с продуктами и услугами, которые нужны всему человечеству, и при этом вся прибыль с использования развития идет самому человечеству, самому народу. То есть это потрясающая возможность каждому человеку, каждому, не знаю, уровню, слою, интересам человека собираться вместе. Скажем, музыканты, они как одно единое целое будут делать проекты, связанные с музыкой, с музыкальными инструментами, либо с чем-то еще. Экологи или инвесторы будут делать какие-то экономические, либо экологические, инновационные, технологические проекты. Объединяются. То есть люди будут как здравомыслящее целое, как единый организм, как у нас клетки вместе получается наше тело, так вот на нашей планете человечество это тело. Каждый человек будет участвовать в том, что происходит в нашем мире, в какую сторону мы развиваем те или иные технологии. Питание, очистки воды, очистки воздуха, либо добыча электроэнергии, как, например, предлагает Анатолий Эдуардович Ленинский. И к этому необходимо присмотреться, потому что еще много лет назад такое не было. Не было возможности так передать информацию, а сейчас она есть. Сейчас нужно только прикоснуться, и это занимает минимальной энергией, но, интересуясь, вы развиваетесь и понимаете, как использовать эту информацию. А здесь, перед вами сейчас, именно та информация. Как использовать, вы можете, информацию, которую вы получаете от Sky World Community, от этого огромного сообщества единомышленников, которые заботятся о нашей планете и развивают ее. Со Sky World Community и с нашими инструментами вы сможете все эти основные побуждающие факторы удовлетворить, улучшить, повысить в своей жизни. Необходимо только расставить собственные приоритеты, что вам нужно, и в какой степени, и в какой последовательности. Потому что абсолютно весь этот список вы можете улучшить, помогая Sky World Community и гениальному ученому Анатолию Эдуардовичу Ленинскому. Потому что мы сотворяем будущее прямо здесь, прямо творим его сейчас. И поскольку я уже катался на разных видах трассы, и уже более 10 тысяч людей в разных уголках планеты, то есть в наших двух полигонах, так скажем, попробовали это чудо, и поняли, что это абсолютно реально, абсолютно возможно. И так сообщество и развитие проекта идет, что каждый может найти для себя нужное время, когда он хочет, чем он хочет заниматься, где он хочет, в любой стране, в любом, так скажем, кругу, на любом языке. И главное, что это созидательная деятельность, то есть мы продвигаем и развиваем инновационные экологические технологии. Поэтому, дамы и господа, присаживайтесь поудобнее. Ведь мы с вами по факту короли, цари, только не в таком понимании, как раньше было, что один царь. Мы с вами все короли нашего царства, мы все хозяева нашего царства, потому что человечество и человек имеет самое большое влияние на нашу планету, на флору и фауну. И мы самые влиятельные, самые мощные, самые сильные, но и на нас возложена огромная ответственность. Ухаживать, следить и развивать наш прекрасный дом, планету Земля. Это наш космический дом. Мы едем, когда по автостраде, мы на машине едем. Когда летим в самолете, можно сказать, по небу. А тут еще один шажочек. Мы в космосе летим на нашем транспортном средстве. В нашем же доме, это наш ковчег, планета Земля. И от нас, от того, как сейчас мы связались уже, появился интернет, все, люди объединены. Люди могут двигать невероятные проекты, невероятные законы, движения и изменения устройства нашего мира. Потому что мы поддерживаем друг друга через нашу всемирную сеть. С помощью 8 миллиардов человек и даже какой-то части, как здесь, представляете, у нас всего полмиллиона, а мы создали транспортную инфраструктуру. Я бы 10 лет назад, если бы мне кто-то сказал, что я буду продвигать транспортную инфраструктуру, и когда я узнаю об этом, еще ни один транспорт не будет ехать. А вот сейчас мы с вами разговариваем, и я понимаю, что я все это собственными руками видел, трогал, катался, понимаю, как это все работает. И это только малюсенькое начало из того, что мы сделаем с Анатолием Эдуардовичем и со Sky World Community. Я бы просто не поверил, что можно создать другой вид транспорта. То есть настолько большая часть. Но, с другой стороны, мое озарение было тогда, когда я задал себе вопрос, а какую роль я могу в этом сыграть. И потому что до этого вопроса я думал, ну, а что я могу сделать, ну, в такой глобальной вещи. Ну, это слишком, слишком, слишком много, слишком огромная сфера. А потом оказалось, люди объединились. Те, кто уже на шажочек ближе к заботе и уходу за нашей планетой, к созданию рая на этой планете. Создали, нашлись и встретились с ученым. Мы объединились, сделали народное объединение, сообщество, которое помогает это реализовывать. И в данный момент у нас есть новый вид транспорта. Это ж прям вообще непостижимо. Но мы справились. В данный момент четвернадцатый этап. Мы успешно заканчиваем этот проект и докажем абсолютно всему миру, что народ, как единое целое, очень мощная сила, которые могут, можно сказать, создавать государства и разоружать их. Делать технологические проекты, концерны, корпорации, создавать законы, менять устройства нашего мира совместно. Ведь нас восемь миллиардов человек. Стоит только задуматься, в какую сторону. Но когда зайдешь либо на YouTube Анатолий Юницкий, либо на сайт юницкий.инженер, находишься там всего десять минут, и ты понимаешь, в какую сторону стоит идти. Потому что аргумент за аргументом, ты понимаешь, что этот гениальный ученый действительно понимает, как может жить наша планета. Все живое на ней. С учетом того, что у нас будут и технологии. Но экологические технологии рядом с нами, а все, что не экологическое, будет потихоньку вытеснено, там, где нет понятия экологии, в ближний космос. То есть там, где жизнь, на поверхности Земля, там будет только жизнь. И он представил целую серию этих технологий и представил их миру. Поэтому, дамы и господа, развивайтесь, интересуясь одно касание в вашем планшете, телефоне или компьютере, и вы будете знать намного больше. Вам будет виден путь. Потому что с учетом того, что сейчас происходит на нашей планете, есть некоторые волнения, некоторые сомнения. Но когда ты понимаешь, куда направлено внимание людей, то и растет. И я понимаю, что огромное количество внимания нашего человечества направлено именно на развитие и благополучие. Поэтому присоединяйтесь к общей задаче, и мы справимся с этим. Ведь технологии необходимо развивать. Но сейчас мы понимаем, что технологии, технологии и рознь. Некоторые технологии убивают нас, и нашу окружающую среду. В некоторых городах невозможно дышать. А сейчас, можно сказать, пятый уклад, он подходит к концу, потому что это технологии информационные. Но сейчас нам нужна революция именно в физике, в материи, в пространстве передвижения. Ведь мы с вами еще, так скажем, по плотностям не выросли настолько, что потеряли тело. У нас есть тело, нам необходима физическая еда, физический дом, физический транспорт для перевозки пассажиров и грузов. И это касается абсолютно каждого. Если раньше это было не так, то сейчас это так. Даже если вы мало пользуетесь. И мы сейчас создаем новый технологический уклад с технологиями Юницкого. Это абсолютно возможно. Как только компания завершит 15 этап этого проекта, и компания выйдет на самофинансирование, то есть все, компания полностью обеспечена, сотрудники, мощности, заказы, у нас несколько заводов, все отлично. Это уже есть сейчас, то есть мы уже практически готовы. И тогда мы покажем, что самая мощная сила это люди. Мы сможем запускать следующие проекты, собирать финансирование, получать огромную капитализацию и дивиденды, и продолжать по всему миру развивать инновационные экологические технологии с помощью компаний SkyWorld Community. Перед вами те компании, которые создали пятый технологический уклад, которые сделали его таким мощным, с огромной капитализацией. То есть те компании, которые стоили мало, они развивались, были полезны, развивались еще больше, и сейчас маленький кусочек, который был раньше, увеличился и развился настолько, что сейчас стоит очень много. Вы видите эти цифры, например, Alibaba. То, что стоило 100 долларов в компании маленький Alibaba, за 18 лет почти в 2 миллиона превратилось. То есть подобным образом люди используют то, что им важно, то, что им нужно, если это полезно, и из-за этого компания настолько растет. Так вот, дамы и господа, даже несмотря на то, что эти компании сейчас действительно мощные, приносят огромные дивиденды, перед вами проект и технология, которая мощнее и больше, чем все предведущие. Потому что за 21 век мы сможем построить до 20 миллионов километров дорог с помощью таких технологий. Потому что это максимально легко, просто, легко интегрируемо, где угодно, с минимальными ресурсами, капитальными и прочими затратами. С помощью подобного транспорта мы сможем прийти на помощь, заменить. Сначала прийти на помощь, конечно же. Ну а впоследствии, когда появился мобильный телефон и был пейджер, люди, конечно же, начали выбирать то, что им удобней, то, что имеет больше возможностей, то, что безопасней, то, что быстрее, потому что время одно из самых главных, так скажем, наших ресурсов. И вот эта компания, эти технологии везде с максимальной скоростью, максимальной логистикой, максимальной простотой, максимальной автоматизацией. То есть технологии, закрывающие, которые забирают на себя, закрывают наши потребности, но не просят от нас усилий. Наши роботы и наши технологии уже способны с помощью компьютеров, алгоритмов делать за нас всю рутинную работу. Потому что мы можем это сделать с помощью робота, с помощью искусственного интеллекта, либо каких-то алгоритмов, какой-то программы. Опасную работу, вредоносную. То есть все, что человек, человеку сейчас не нужно или от чего стоило бы отказаться, совместно мы можем эти технологии развить. Просто кто-то развивает наш мир определенным образом. Но если люди сами, сам народ будет ворочать миллиардами в развитии инновационных технологий, которые помогают самому народу прекрасно жить, то жизнь будет резко-резко улучшаться. Буквально за несколько десятилетий подобными проектами мы разойдемся по всей планете. Будут очень много сообществ. Ну и, конечно же, Sky World Community одно из мощнейших сообществ. И, скорее всего, оно будет топовым в развитии инновационных экологических технологий. Я думаю, что технологии Юницкого, возможно, так скажем, не только его технологии и проекты будут развиваться. Потому что скорость, возможность развития людей в 21 веке, я уверен, много гениев предстоит нам вместе встретить. И, так скажем, сделать из будущего настоящее. Ведь посмотрите на эту фотографию. Это не рисунок. Это фотография транспорта. Суперлегкого. Максимально быстро. Представляете, до 600 километров в час мы будем передвигаться в свой день. Мы хотим в столицу. Хотим в столицу соседней страны, в любой другой город, в несколько стран за день съездить и вернуться домой, не потратив очень много времени. При этом абсолютно безопасно и экологически чисто. Эта технология одна настолько широкая, что с помощью ее реализации мы помогаем не то чтобы себе, мы помогаем абсолютно каждому. Каждому человеку. Потому что эти транспорты с очень широкой веткой подойдут для абсолютно, так скажем, гибкого решения и в мультимиллионниках существующих, и в мультимиллионниках новых. И там, где миллион и двести тысяч человек, и где только пять или тысячи человек. Разные виды транспорта, разные виды трасс. Все продумано и этой системой, этой инфраструктурой мы сможем освободить всю поверхность нашей планеты. При том, что все грузы и пассажиры будут без человеческого фактора абсолютно безопасно и очень приятно перемещаться по всей планете. Экологически чистый транспорт, освобождающий Землю. Ведь это наша возможность освободить от плавательного транспорта, потому что Юницкий Анатолий Эдуардович еще более 20 лет назад предлагал, как можно связывать наши континенты под водой с помощью транспорта в, так скажем, в разреженной среде до полторы тысячи километров в час. Представляете, это все уже есть, вы можете об этом почитать, изучить, юницкий.инженер, потому что этот человек действительно предложил очень много решений для улучшения нашего мира. Конечно же и аэропорты, авиатранспорт, который сжирает огромное количество ресурсов, занимает огромное количество места, и эти многотонные птицы, тратя эти ресурсы, ухудшают, убивают наш чистый воздух. Конечно же эффективность по сравнению со струнным транспортом гораздо ниже. И очень скоро люди смогут перемещаться, когда 600 километров в час, либо уже полторы тысячи километров в час. Это будет в разы удобнее и быстрее. Конечно же все последовательно, но мы очень серьезно начали и успешно завершаем этот старт. Конечно же железная дорога со средней скоростью, с учетом погрузки и разгрузки, 15 километров в час, она не подходит человеку 21 века, не удовлетворяет наши потребности, и занимает огромную часть поверхности планеты Земля, при том, что добавляет еще и опасности и вреда. Но не больше, чем автотранспорт. Самая большая трагедия, самая большая концентрация вреда и для окружающей среды, и для флоры, фауны человека, более полтора миллиона смертей в год, более 10 миллионов становятся инвалидами. Это за годы, это триллионы ползающих, летающих, бегающих существ. И это можно изменить. То есть новый вид транспорта можно построить в абсолютно любых направлениях, в любых, на любых высотах, сквозь овраги, над, точнее, оврагами, над реками, над озерами, над кварталами, над любым углом, то есть даже сквозь здания. Максимально адаптивный транспорт для любого уголка нашей планеты. Анатолий Эдуардович понимает, что эту опасность на первом уровне, который нерастяжимый, у нас ограниченное пространство первого уровня, и там должно быть максимально земли и процветающей флоры и фауны. Потому что мы часть ее, если мы там урежем, то и наше здоровье урежется тоже. А таким способом мы полностью обезопасиваем первый уровень. Наши дети, животные, флоры и фауна, все это, и мы тоже, будем находиться в безопасности, как в наших городах, так и между ними. Потому что этот транспорт струнный просто уберет проблему, так скажем, в истоке. Мы сможем с вами всем человечеством приблизиться к краю на земле. Потому что за 100 лет сохраним жизни и здоровье, больше, чем потеряно во всех воинах нам известных. Только лишь от транспорта, от замены транспортных происшествий. При том, что в более чем в 2000 раз безопасней струнный транспорт, нежели автодорожный транспорт. И да, мои господа, вы же понимаете, сейчас время возможностей. Вы увидели это сейчас чуть-чуть и, так скажем, почувствовали. Это действительно касается каждого. Абсолютно каждый человек влияет на то, что происходит в мире. В Южной Америке открыли завод огромный по переработке. Это повлияет на весь мир. Если весь транспорт заменится на экологический, это повлияет на весь мир. Если скорость транспорта, при том, что все дорогостоящие транспорты будут медленнее, а самый оптимальный по ресурсам экономичный транспорт будет быстрее всех и разумнее всех, все будут его выбирать. Это повлияет на всю планету. Это количество энергии, которое будет сохранено, количество здоровья людей. То есть мы с вами с помощью инновационных экологических технологий сохраняем жизнь. И целиком эко-мир Анатолия Эдуардовича Енинского именно нацелен на то, чтобы то, как мы пользуемся планетой, не довести ее до точки невозврата, когда ее целостность и гармония, ее баланс со всеми системами не расшатается до такой степени, что это нельзя будет повернуть назад и снова утихомирить, так скажем, планету, не портить настолько окружающую среду и сделать так, чтобы у нас действительно было комфортно на нашей прекрасной планете. Потому что рай возможен. Мы видели райские места, как в рекламе Баунти. Есть гораздо прекраснее. Но также есть и место, где напичка с заводы, и смок стоит полукилометровый, и дышать нечем. И А тоже есть. Мы все. Человек всемогущий. Человек-творец. Он все сделал на нашей планете. От нашего объединения зависит, в какую сторону все-таки повернется это изменение. И будет ли наша планета в окончании и по итогам раем, или станет адом, как в фильмах «Матрицы», где смогут выживать только сами технологии, сами компьютеры, потому что нет биосреды, нечем дышать, нечего есть, земля испорчена. Именно этим можно, так можно доиграться, используя вредоносные технологии. Ведь технология, она для того, чтобы работать, она пожирает ресурсы, и она делает либо из живого-неживого, либо из неживого-неживого. То есть, получается, у нее только в одну сторону. Она антагонистична биотипу жизни. Поэтому необходимо использовать наши технологии с огромным-огромным умом. И Анатолий Эдуардович дает нам эту возможность. Он уделил всю свою жизнь, чтобы понять, как должно быть, как стоит сделать, и сейчас делится с абсолютно всеми открытыми людьми на нашей планете этим прекрасным, этой прекрасной технологией и этим прекрасными решениями. Поэтому, дамы и господа, пожалуйста, развивайтесь, интересуясь. Заходите на Анатолий Юницкий на YouTube. Заходите на юницкий.инженер в любом браузере. И, конечно, юсти.инк. Это наш еще один сайт. Смотрите, как они развиваются, что уже наша компания предлагает. Потому что потрясающе смотреть, как из чертежей создалась планетарная технология. И я очень благодарен абсолютно всем людям, которые приложили к этому хотя бы свой взгляд, свою руку, либо свое слово. Потому что абсолютно каждый человек, даже который просто пройдет мимо, но поделится с другими. А знаешь, что видел? Видел потрясающий транспорт строю, но я что-то не верю и смотреть даже не буду. А другой человек изучит. И увидишь, что 99 аргументов за то, что эта технология классная, необходимая и актуальная. И 1% это какие-то там статьи в интернете людей, которые никак с этим не соприкасались, не видели это, не катались это и не делали даже глубокого исследования. Как полмиллиона человек в разных градациях, юристы, инженеры, конструкторы, робототехники, программисты и все изучив данную технологию, просто поддерживают и поддерживают. И за такой короткий срок довели ее до 14 этапа. То есть вся технология и все работы Анатолия Эдуардовича объединены общей философией жизни, процветания, благополучия и изобилия. Чтобы всем всего хватало, чтобы все работало безопасно, чтобы у всех все было. То есть и человек отдает именно народу в руки народа владение данными технологиями. Именно с помощью народа он создает самый оптимальный, эффективный и безопасный мир. Потому что как инженер, именно он, не политики, не артисты, а именно инженеры строят наше будущее. И этот человек более 150 изобретений сделал для нашего мира. Написал более 20 монографий, несколько грантов ООН. Он знает, как этот мир улучшить. Делает это всю жизнь. Но для таких масштабных изменений, как вся планета, нам необходимо быть вместе. Нам необходимо делиться информацией, знать о том, что происходит на нашей планете. И тогда возможности, как наши, так и самих технологий, идей, каких-то продуктов, услуг, они растут. Если мы интересуемся, мы своим вниманием запускаем, так скажем, реакцию. Наше окружение начинает интересоваться теми, темами, той информацией, той пользой, которую мы с вами преследуем. Таким образом, люди создали уже три завода с потрясающим станочным парком. Множество станков по полмиллиона долларов, прошу прощения. И продукция не проще, чем авиация. Авиация. Мы уже делали и электромобили на этом заводе, и, точнее, на этих заводах, и абсолютно успешно. Наши транспорты, наши дороги построены уже собственными силами. Огромный штат, около тысячи человек, с максимально хорошим компьютерным обеспечением и программным обеспечением, то есть и железо, и софт. Все по передовому слову техники. Работа в 3D-модели, 3D-экспириенс, досал-талта. То есть люди создают передовую технологию наземного транспорта, не куда-то там в Марс. Давайте сначала разберемся здесь, на нашей планете, ведь она тоже прекрасна. И возможности каждого человека с помощью данных технологий, с помощью экологических технологий, с помощью компании SkyWorld Community, возможности каждого человека увеличиваются до невообразимости. Хотя цель главная, которой мы сопутствуем, это финансирование инновационной экологической технологии для ее сертификации. То есть с помощью финансирования мы ее сертифицируем. Чтобы ее просертифицировать, ее нужно построить, испытать, продемонстрировать и в конечном итоге просертифицировать. И тогда мы можем строиться абсолютно на всю планету. Таким образом, дамы и господа, мы это уже практически сделали. Люди объединились и довели все процессы сертификации. И те средства, которые были нужны, чтобы это построить, испытать, продемонстрировать и получить сертификаты. 14 этапов из 15 мы уже сделали с вами. То есть огромная сертификация произошла, и мы легализовали технологию, новейшую технологию. Народом, вместе, самостоятельно. Тем самым, дав абсолютно любому пассажиру в мире, уже в ближайшие десятилетия возможность передвигаться очень быстро. В любых направлениях по тому, как построены наши трассы. То есть новые города станут еще удобнее, а старые города также станут еще удобнее. Потому что к дополнительным улочкам у нас будет новое сообщение. При том, что сейчас есть радары, интернет, снимки со спутника, информация статистическая, которую мы можем собирать о загрузке. В существующих городах этот транспорт придется очень по вкусу, потому что он выведет каждый город, в котором он построен, на новый уровень. С помощью этого транспорта, как говорит Анатолий Эдуардович, в городах не стоит проводить по маршруту больше 20 минут. То есть транспорт должен быть настолько быстрый, настолько удобный, чтобы ты быстренько добирался в нужное тебе место. И я понимаю, что его комплексное мышление и данная технология полностью поддерживает. Поэтому и для самых маленьких городов и деревень, где несколько сотен или тысяч людей, будут маленькие, легкие, суперлегкие трассы с колтюбинговой трубой, например, с использованием это до 2000 метров между опорами. То есть представляете, насколько экономически выгодно построить такой транспорт, и при этом каждый уголок, даже самый отдаленный, у нас будет с транспортом. И урбанизация уменьшится. Мы не будем так съезжаться, потому что мы с быстрой скоростью и хорошей логистикой будем добираться в город, делать все свои дела и возвращаться к себе в прекрасное место, подальше от шумов города, от разных заводов или всего чего, что сейчас еще есть, не самое полезное, на нашу природу, в наши дома. То есть нету необходимости урбана, нету необходимости съезжаться в город, а значит не будет так дорого там жить, не будет такой дорогой квадратный метр, значит и меньше аренда, значит и меньше в магазине все стоит. То есть все балансируется, распределяется из города с большими потребностями, а на периферии совсем чуть-чуть. А теперь будет маленькое снижение, и люди смогут немножко дальше от центра города жить, потому что это будет удобно. И в каждом городе наших стран смогут использовать данные технологии. Юникары, юнибусы, многосоставные, как поезда, например, на берельсовых трассах, чтобы перевозить огромное количество, более 50 тысяч пассажиров в час. Либо юнилёт 600 километров в час. Дамы и господа, с помощью подобных технологий мы действительно сможем перейти в новую эру. А с помощью, так скажем, нашей жизни и нашей реализации человеческой, но с помощью грузового, как Юникон, Юнитрак, мы сможем овладеть самым прибыльным бизнесом в мире. При том, что мы его усовершенствуем, мы его улучшим, но тем самым он будет принадлежать народу. И поэтому в аэропотреблении, если грузы, товары будут передвигаться и будут прибыль приносить народу, то это, по-моему, самое идеальное и возможно. Потому что без задержек, прямо в нужный город, все транспорты полуандроиды, роботы направляются, нигде нет задержки человеческого фактора, мы быстро получаем свой товар, это стоит очень дешево, не переплачиваем одни плюсы, еще и прибыль получаем с этого. То есть это возможности, это возможности абсолютно для каждого человека, который готов брать на себя ответственность за свою жизнь и, как король этого мира, за всех остальных. Кто-то не думает об этом, у кого-то до этого не доходят мысли, кому-то наплевать, но бывает же такое, и на всех планетах, и на всех людей. А кто-то, как полмиллиона человек, уже проявившихся, они достаточно крупные, большие и устойчивые, о недостаточном изобилии, чтобы заботиться не только о себе, но и об окружающем мире, о своей семье, о своем городе, о своей стране, либо о всей планете. То есть с таким сердцем и душой, как у Анатолия Эдуардовича. Тем самым мы помогаем абсолютно всем. Не важно, что наши соседи, либо наши родственники не думают об этом или не принимают. Главное, что вы думаете по этому поводу сами, и какими аргументами при этом оперируете. Потому что перед вами океаны, миллионы аргументов того, как жизнь на нашей планете станет лучше. Мы сможем с помощью юниконтов, сыпучие, жидкие, штучные грузы, делать разработки месторождений там, куда нельзя построить необычную дорогу, чтобы забрать руду или какую-то полезную, так скажем, часть нашей планеты. Не железную дорогу, не дронами же их возить. Хотя у нас есть изобретение дрона с грузоподъемностью до полторы тонны. Это один из самых крупных дронов. И это юницкий прям вообще вау. Очень быстро и очень классно сделал. Но даже такая технология здесь, она сможет позволить нам разрабатывать в любом месте месторождения, где нам необходимо. Юниконд. Перевозка абсолютно любых контейнеров уже существующих. То есть мы новой технологии сразу же берем уже существующий бизнес, ставим на свой транспорт, и он двигается в нужном направлении. Без человеческого фактора. Абсолютно быстро и безопасно. Именно это сейчас и происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. А точнее сертификация транспорта подобного. Тяжелого для тяжелых грузов в контейнерах разных размеров и морских, и сухопутных. То есть подобного рода технология сможет вывести, как и вот, например, такая Юнитрак. А точнее Юнитранс. Данная технология, как лента, также струнная, с очень экономическим выложением, может приносить огромную пользу абсолютно любой стране, в которой занимается разработка месторождений. То есть технологии и грузовые, и пассажирские все соблюдены. Даже есть еще у него технологии, и как строить определенного рода авиационные площади, как они будут лучше служить, пока еще есть авиация. И как делать порт на шельфе моря, то есть чтобы не тратить огромное количество средств, там где вода с берегом соприкасается, и должна быть суша высокая, здесь глубина большая, и это все должно стоять безопасно, чтобы крупные корабли с большим водоизмещением заходили в такой порт. На шельфе моря с помощью данной технологии мы сможем строить вдалеке от берега, там где уже есть глубина, там будет очень быстро разгрузка, и с помощью подобной технологии груз самостоятельно сразу же будет отправляться в нужное направление. Тем самым быстрее, доходя до нас, и дешевле. И именно с таким способом не будет никаких простоев, потому что порты Бельгии, если вы посмотрите фотографии, как это выглядит сверху, это невероятно огромной площади, по 5-6 контейнеров, и это все простое, это все деньги, и за это платит кто? Конечный потребитель. Поэтому нужно выбирать лучшее, но для этого всего лишь нужно поинтересоваться. А как только вы поинтересуетесь, вы сразу наткнетесь на экологические дома, которые сами себя обеспечивают. И сейчас уже в Белоруссии, рядом с Марьиной Горки, построены такие экологические дома, где внутри, в нашем климате, несколько месяцев назад было снято видео, как внутри дома спелый инжир растет. И здание, чем больше людей в нем живут, тем больше вся зелень, которая там есть, процветает. То есть технологии Анатолия Эдуардовича, они просто, вау, ты цепляешься одну за другую, потому что от одной и разных инфраструктур он переходит в комплекс строения городов, в линейные города, эко-поселения, новую энергетику, и, конечно же, подобные же города, только уже эко-космо-дома, как то, что мы будем делать дальше, после обустройства нашей планеты, что мы будем делать в ближнем космосе, потому что там безграничные пространственные ресурсы, которые необходимы человечеству для увеличения нашей популяции и развития. И, конечно же, огромное количество материи, которые мы можем извне начать тянуть на Землю. То есть мы начнем привозить разные, так скажем, не знаю, как это называется, метеоры, космические объекты, в которых могут быть и металлы разные, как, например, Юницкий делал обзор одного, там на что-то сотни триллионов долларов золота и серебра, а других, еще там, железа и еще чего-то, вообще, вообще супер-супер много. То есть мы одним таким астероидом, выработав с него какую-то часть материи, можем привести это на Землю и пополнить. То есть получается у нас на все количество людей теперь не только ограниченные ресурсы нашей планеты, а станут дополнительные ресурсы. Все это Анатолий Эдуардович видит, просчитывает наперед, действительно на сотни лет вперед. Так что, дамы и господа, я уверен, как только вы начнете изучать либо сайт Юницкая.инженер, либо Анатолий Юницкий на YouTube, официальный канал, вы увидите, как много этот человек сделал, что он предлагает и насколько это разумно. Это действительно можно сделать в ближайшие, в ближайшие, так скажем, столетия, развивать эти технологии и даст огромное движение. Но люди, человек, человечество, как единое целое, как здравомыслящий организм, должны выбрать этот путь, стать частью этого, поддержать этого. Потому что никто, кроме самого народа, не сделает жизнь народа чудесной. А мы с вами сделаем. И при том, это не какие-то заобночные технологии. Как и да, и об этом говорит Анатолий Эдуардович, все супер просто. Простые струны, ну на гитаре же струны видели, ну вот пучки струн, предварительно натянутые, ну десятикратный запас прочности для транспорта. Все это в корпусе рельсы, специальный наполнитель, который наши инженеры создали, антикоррозийные, шумопоглощающие и укрепляющие внутри. То есть там определенным образом будут стоять данные струны. И эти пучки, корпус и стальная головка рельса, по которым идет стальное колесо, мотор-колесо. 99% капецент полезного действия. Все супер просто, максимально эффективно, лучшая аэродинамика. У нашего юнилета в 8 раз лучшая аэродинамика, чем у Bugatti Veyron. Одно из самых скоростных, так скажем, спорткаров. При том, что для двух человек стоит 2 миллиона, а у нас там в 200, не знаю, в 300, в 400, в тысячу раз дешевле будет стоить транспортное средство, и скорость будет не 300-400, а 600 километров в час. И не на двух людей, а на пятерых людей абсолютно безопасно. без расхода 100 литров в час. Вот. Или там 20 литров на 30-40 литров на 100 километров, как у танка. Это все возможно. Минимум ресурсов планеты понадобится на это. Максимально быстро там, где будут построены наши трассы, будет восстанавливаться почва, потому что можно будет привести гумус, снова сделать почву плодородной, снова получать потрясающий урожай, и при этом с еще большей эффективностью перемещаться. Дамы и господа, это с помощью подобной логистики Анатолий Эдуардович делает, что у каждого транспорта есть собственная задача. Они как пчелиный рой. У них есть машинное зрение, они понимают, что происходит вокруг, они связаны между собой. Каждый анкерный, промежуточный опор, каждый транспорт. Они анализируют все, что происходит, принимают решение вместе. И люди, несколько человек, например, два человека на 300 километров и на сотни транспортных средств, всего два человека нужно. И то один следит, а второй на всякий пожарный, если может заменить первого оператора. Он просто следит за тем, чтобы все было исправно и в каких-то, если мало ли, экстренных случаях, он что-то может сделать, изменить, остановить там и так далее. То есть это транспорт, который умный, полуандроид, с искусственным интеллектом, более 250 датчиков, даже в маленьком транспортном средстве для полного комфорта и безопасности пассажира. С такой технологией мы будем отвязаны от перевозок и от перемещений. То есть мы нажали кнопку, все, хотим, наблюдаем за нашими, прекрасными нашей природой, можем общаться по телефону, работать, учиться, прикорнуть и отдохнуть. Любые возможности, при том, что мы все равно все это время будем ехать и нас доставят в нужное место. И с помощью таких технологий Анатолий Эдуардович сделал пропускную способность практически как у метро. То есть не будет разницы с самыми, так скажем, пассажироемкими движениями, потому что можно на Берельсовой ферме составлять, например, 8 вагонов по 25 мест. Это уже 200 человек. А с такой скоростью и автоматизацией пассажиропоток просто великий будет. Точно больше 100 тысяч пассажиров в час. Ну, потому что я изучал эти детали. Получается, что самый экономически выгодный транспорт с самыми высокими характеристиками, который нам нужен и которым мы владеем. Из-за его развития награда будет каждому человеку, можно сказать, ежедневно, потому что наш мир с каждым днем будет становиться все безопаснее, чище, и прекраснее и будет приносить огромные дивиденды и капитализацию. Кажется, это просто электромобиль. Но от того, как все детали выстроил Анатолий Эдуардович и с сетью, и с экологией, и с аэродинамикой, и с уровнем, и с разнообразием, это получается наилучшее развитие, то, что даст сейчас революционный скачок в жизни и развитии человека. И эта интеллектуальная система, она просто снимет с нас огромное количество проблем. также она даст возможность такую же интеллектуальную деятельность вести и в сфере домов, и в сфере городов. Везде, где будет наш транспорт, будут развиваться технологии Анатолия Эдуардовича, потому что они будут совместимы, люди будут видеть, насколько это полезно и хорошо, и там мы будем развиваться. поэтому, дамы и господа, в ближайшее время у нас будет только одна проблема. Как быстрее на всех континентах и в каждой стране построить заводы, чтобы быстрее шло распространение, создавались наши адресные проекты и строились эти самые безопасные, самые скоростные, самые инновационные, легко интегрируемые, экономически выгодные и экологические трассы второго уровня. И самое главное, пока наше внимание будет направлено в сторону этого гениального ученого и его технологий, у нас точно все будет получаться, как и каждый день. Ведь сейчас мы уже на 14 этапе из 15. И сейчас уже докажем буквально в ближайшие годы, насколько трасса построена вот такая, увеличивает экономический эффект, пользу увеличивает в стране либо в городе, в котором она построена. Разница будет феноменальная, очередь будет из всего мира. Так что нас ожидает огромная работа. Я предлагаю начать как можно скорее. А для этого как можно скорее нам необходимо закончить 15 этап. Поэтому, дамы и господа, спасибо большое, что ваше внимание создает то, что мы видим сейчас на экране. Ведь без каждого человека, который участвует словом, делом, ресурсом, этого бы не было. И вместе мы создаем будущее, притягиваем его сейчас. Дамы и господа, у каждого человека должна быть возможность хотя бы один раз услышать об этом, увидеть и на собственных аргументах решить поддержать это или пройти по какой-то причине мимо. Но аргументы должны быть. Иначе в будущем люди будут очень сильно жалеть, что им никто не подсказал, что никто не обратил их внимание на подобную революцию. Народ становится волной развития и улучшения этого мира. Сам народ. Давайте дадим возможность каждому человеку взвесить это и стать частью воистинно космической цивилизации. Потому что таким образом объединяясь мы сможем объединить всю планету как физически в перемещении так и в выходе в ближний и дальний космос. А пока пусть вся эта информация принесет вам пользу и все основные побуждающие факторы, которые вы для себя выбрали, улучшатся в вашей жизни с помощью компании Sky World Community. А если у вас останутся вопросы, пожалуйста, пишите их сюда, в чат, либо если вы смотрите на ютубе, пишите в ютубе, либо пишите на корпоративную почту artyoms.kurbanovsobaka.skyway.capital И я помогу вам узнать либо понять, как эта вся информация, этот проект и эти технологии, знания об этом ученом смогут улучшить те факторы побуждающие, которые заинтересовали вас. Благодарю вас за внимание. С вами был Артем Курбанов и компания Sky World Community. Одна из немногих компаний, которые сейчас в 21 веке, в 23 году в такое непростое, но очень интересное время дают возможность заниматься созидательной деятельностью, улучшать этот мир, развивать и финансировать инновационно-экологические технологии, при этом становясь совладельцем и получая вознаграждение за свой труд без ограничений. Sky World Community. Ваше внимание, рост для того, что вам важно. Будьте здоровы, улыбок вам и до новых встреч. Пока-пока.